Микс Ньюс Голова предмет темный, исследованию не подлежит А мы попробуем Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат Здравствуйте, уважаемые слушатели Добрый день, уважаемые слушатели В эфире Радио Болтком, передача Диагноз недели Как обычно, Ариэль Резник-Мартов в студии Сегодня мониторить буду я, Артем Липин Как всегда, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 И номер WhatsApp 2-300-6191 Звоните и пишите нам вопросы, которые у вас есть по теме, которые мы будем обсуждать сегодня Кстати, какая же сегодня тема? Сегодняшняя тема, как всегда, или как сейчас будет результат моих общений с пациентами И я бы назвал нашу тему «Люди и лекарства» Потому что чем больше я наблюдаю за отношениями людей к лекарствам, к лечению Тем больше мне заметно, что вроде бы мы уже в 21 веке Вроде бы мы знаем, что есть достижения медицинской науки, химии Есть препараты, которые действуют на сложнейших уровнях от самых разных заболеваний Но при этом в отношении лекарств большинства людей действует то, что называется магическое мышление То есть мало что изменилось с древних времен Когда-то в рассказах об армии люди шутили, когда приходят к Фельдшифуру Он говорит, это тебе таблетка от головы, это тебе таблетка от живота И как ни странно, сколько бы ни прошло времени Люди примерно так и делят лекарства Есть некая субстанция, которая тебе должна помочь И не потому, что это сложная химическая структура Просто потому что она от этого, как талисман, как амулет Прежде чем в этих лекарствах вообще, что такое лекарства, применяемые в психотерапии Психиатрии, точнее Здесь есть некая историческая несправедливость К нашим лекарствам все относятся в массе своей достаточно настороженно То есть, любимая фраза, когда человек приходит и выясняет, что ему показана медикаментозная терапия Любимая фраза А я не стану овощем, доктор То есть, первое представление, что лекарство тебя во что-то превратит На первом месте это овощ На втором месте, естественно, они возникли у меня зависимости На третьем месте, смогу ли я вообще хоть когда-то жить без лекарств И меня каждый раз это удивляет Потому что человек вроде бы ищет помощи И он очень боится того, от чего эта помощь должна произойти Вот вы, Артём, как к лекарствам относитесь? Ну, пока ещё, к счастью, мне не нужно лекарства принимать на постоянной основе Ну, вот именно к психиатрическим лекарствам у меня такое отношение Когда я учился на психологическом факультете Нам говорили, что если есть возможность вылечиться без лекарств Ну, не вылечиться, а помочь пациенту без лекарств То лучше сделать так Не знаю, насколько это справедливое утверждение или нет И насколько я его тогда правильно понял Всё-таки какое-то время прошло В целом уже какое понимание, в принципе, идёт о психиатрических лекарствах Это лекарства, которые меняют поведение Ну, если так совсем упростить То есть, я не знаю, у меня были какие-то навязчивые идеи Я начал пить таблетки, у меня эти навязчивые идеи проходят Ну, так, приколение, такое понимание в массовой культуре Вот, соответственно, это меняет что-то, что очень ценно каждому человеку Это какое-то мысль, это поведение, это, не знаю, какие-то, ну, такие личные вещи Это распространённый страх, что эти лекарства меняют твою личность Да Личность – то, чем человек обычно очень дорожит И, что интересно, обычно очень плохо представляет себе, что такое его личность То есть, сказать себе «я такой человеку сложно» Так вот, человек, первый этап его отношения с лекарствами всегда на самом деле страх За редкими исключениями, когда человек настолько измучен И для него это шаг отчаяния Говорит, дайте мне уже что угодно, лишь бы мне стало лучше Лишь бы я перестал мучиться И на самом деле всё это очень напоминает Если мы вспомним прежние, давние-давние времена Человек, который приходит к врачу за лекарством И человек, который когда-то приходил к знахарю К бабке травницы, к бабке ведунья За чем-нибудь Причём неважно, он мог просить лекарства От хвори Или от сглазу Или от, или для приворота И так далее, и так далее То есть, для нас по-прежнему лекарство Некая магическая субстанция Естественно, первое, что приходит на ум, когда мы говорим О магическом лекарстве, магической таблетке Это всем давно уже известный феномен плацебо Напомню лишний раз, что такое плацебо Это когда лекарством не содержится Ничего, что может человека вылечить Это может быть мел Это может быть сахар Но когда человек верит, что лекарство помогает Оно действительно какое-то время иногда может помочь Это очень древняя история Известно, что ещё в XVIII веке был в России Знаменитый врач Мудров Очень авторитетный Который своим пациентам часто давал лечебные порошки У него были порошки в серебряной бумажке Были порошки в золотой бумажке И ещё в какой-то От разных болезней это раздавал И, как ни странно, это часто приносило облегчение Впоследствии выяснилось, что там был толчёный мел В этих порошках Но есть же ещё и обратный эффект Эффект ноцебо Эффект ноцебо Это вовсе тоже основано на вере Я неоднократно слышал Я человек выписал лекарство Он говорит, доктор, я принял ваше лекарство И мне уже плохо Я говорю, а вы когда его приняли? Пять минут назад Говорю, простите, за пять минут назад Всосаться не успело в кровь У него просто нет шанса на вас как-то подействовать За пять минут Так что ваша тревога Обгоняет действие лекарства Так вот, плацебо Как мы знаем Эффект плацебо Есть почти у всех лекарств То есть, как обычно приводится Исследование Насколько действуют лекарства Есть две группы пациентов И одна из них контрольная Одной группе дают Настоящее лекарство А другой группе говорят Что дают то же самое лекарство Но дают плацебо Дают какое-нибудь безвредное вещество И смотрят Какова разница В результатах Если в обеих группах Результат примерно похожий Или разница не очень велика Значит, у этого препарата Эффект плацебо Достаточно сильный Есть еще Более сложный способ Когда для верности Даже врач Не знает Кому какое лекарство Он дает Кто получает Так называемую пустышку А кто получает Ну так правильно проводить Чтобы нельзя было Анализировать результаты Так как хотелось бы Проводящему эксперимент Была история Где-то в середине 20 века Когда испытывался Препарат И По-моему это происходило В Америке В тюрьме Где сидели Нелегальные мигранты Из Пуэрто-Рик Которые плохо не говорили По-английски Вообще не говорили Которые были раздражены Злы Были крайне агрессивные Конфликты И находились В воздраженно-злобном состоянии Духа И пошел к ним врач Которому Дали препарат Который помогает Он Разговорился с ними Теперь через Я не понялись Через переводчик Или он сам знал Испанский язык С ними разговаривал Сначала давать им Эти препараты Следить за действием Препаратов И произошло чудо Большинство Пуэрто-Рик Пуэрто-Рик Стали спокойнее Добрее Мягче Исчезли вспышки Агрессии Исчезли конфликты Как-то жизнь Наладилась И врач Был в восторге Он Говорил Какой-то чудесный Препарат После чего Вдруг выяснилось Что на самом деле Большинство из них Получали Эти самые Пустышки И тогда При анализе Этой Истории Выяснилась Очень Простая вещь Что Терапевтичны Были Не только Пустышки Терапевтична Была личность Врача Потому что Этот врач Чебулчак Который с ними Разговаривал По-доброму Который их Выслушивал Который Старался им Помочь Вот это Само по себе Общение с ним Сделало Эти Лекарства Пустышки Работающими И это Отдельная История В теме Плацебо Всегда Практически Очень важна Личность Врача Который Эти Лекарства Дает И это Тоже Известная Вещь Лекарство Которое Назначил Профессор Или какой-нибудь Очень знаменитый Врач Будет Лучше Чем назначил Просто Участковый Врач Или Малоизвестный Врач То есть Сама по себе Вера В личность Тоже придает Силу Лечению Силу Лекарств И это Нас тоже Отсылает Ну Наш Знаменитый Колдун Знаменитый Целитель До сих пор Есть много Как бы Назвать Эзотерически Озабоченных Людей От которых Я регулярно Слышу Вот это Очень сильный Целитель Там есть бабка Она Очень сильная Она снимает Проклятие Заговоры На смерть И так далее И так далее Как ни странно Я до сих пор Регулярно Подобные вещи Слышу О вполне себе Образованных Людей Которые Искренне Верят Эту магию Что еще Заметно Плацебо Очень важен Способ Введения Чем этот способ Введения Ощутимый Для пациента Тем сильнее Действует Плацебо Ну например Тоже замечено Что плацебо Назначенное В инъекциях Действует Сильнее Чем плацебо Назначенное В таблетках То есть Ощущение Самого Внутривенного Укола Пусть Даже человек Вводит Обычный Физраствор Действует Очень мощно Есть известная История Что при лечении Наркологических Проблем Да людям Вводят Что-нибудь Безобидное Но говорят Что это Препарат Очень мощный Несовестимый С алкоголем Выпьешь Умрешь И у людей Загадочным образом Пропадает тяга К алкоголю На какое-то время Но тем не менее Это тоже Продолжает Продолжает Работать Так вот Что такое В данном случае Магия Что такое Магия Плацебо Магия Нацебо Это То самое Магическое Мышление Которому Тысячи лет То самое Мышление Которое Не связано С научными Знаниями С рациональным Подходом Это то Как Некогда Люди верили Что некий Амулет Или идол Их защитит Если принести Идолу Жертву То он тебе Поможет И Похожее Отношение Есть К врачам И К психотерапевтам Потому что Сколько Было Историй Или у меня Знакомых Которые Ходили К психотерапевтам И возвращались Неудовлетворенными Потому что Они искали Простого решения Или объяснения Хотя бы А психотерапевт Предлагал Скорее Диалог И Самоанализ Будучи проводником Своего пациента Своего клиента И Вот Такие Мне кажется Как раз Таблетки Или Инъекции Это Символ Простого Решения Выпей Вот эту таблетку И тебе Станет Хорошо Когда На самом деле Простые решения Редко Встречаются К сожалению В нашей жизни Для многих Психотерапевт Скорее Жрец На самом деле А к жрецу Зачем Вот Когда-то Греки Шли Кому-нибудь Дельфийскому Оракулу Надо было Принести Жертву Оплатить Он что-нибудь Изречет Из этого Изречения Надо извлечь Смысл И многие К психотерапевту Точно так же То есть Почему-то Люди Уверены Что это Такой Мудрец Который Знает Истину Который Каким-то Загадочным Магическим Способом Знает Правильные Слова Которые Тебе Надо сказать Что ты Встал На путь Истины Вот Иногда Звонят Люди С вопросом Чего вам прийти Чтобы мне разъяснили Как мне поднять Свою самооценку Чего вам прийти Чтобы вы Разъяснили Как мне избавиться От влияния Других людей И некоторые говорят Я хочу Чтобы назначили Лекарство Которое Поможет мне Избавиться Ну ладно От депрессии Но Лекарство Помочь избавиться От неуверенности В себе От трудности В контакте С другими людьми От Неудач На работе От проблем В отношениях С начальником И так далее И так далее Это уже эзотерика Прямая Это вера В магическую Таблетку Причём Когда-то Это волшебная Таблетка Это так и звучало Есть некоторые Средства Которые Должно Обязательно Помочь Сейчас Выражение Магическая Таблетка Вошла в обиход И любое Какое-нибудь Лёгкое решение Что-то Что тебе предлагается Что без особых усилий С твоей стороны Решит твои задачи Не важно В работе Это называется Магической Таблеткой Стало Вполне Расхожим Воротом Речи И Лекарства Тоже стали Магией Или злой Магией Или доброй Магией Той магией Которая Без особых усилий С твоей стороны Решит твои проблемы Но ведь По сути Что такое Магия В современном Понимании Мне кажется Магией Мы называем То Что мы Не можем Объяснить Или Не можем Понять То есть Большая часть Людей Не очень Понимает Как работают Смартфоны Мы понимаем Примерно Что это Два технических Устройства Которые связаны Но по большому Счёту Это магия Это телепатия Связь С человеком На расстоянии И вот Такие таблетки Ведь Кроме Фармацевтов Химиков Врачей Мало кто Представляет Как работают Лекарства В чём Их принцип Работы Это выглядит Особенно Если мы говорим Про лекарства Обезболивающие Ты берёшь Таблетку Принимаешь И через какое-то Время Боль уходит Но это Своего рода Магия И поэтому Не зная Принципов работы Это распространяется На все лекарства Есть Некоторая Разница Никому Не придёт В голову Считать Смартфон Проявлением Магии Никто Подавляющее Большинство Людей Мы просто называем Это техникой Но Тем не менее Люди понимают Что это техника Есть труд Неких Тысяч Инженеров Рабочих Учёных Которые Воплощаются Пусть непонятных Тебя Но Технических Решениях Если что С смартфоном Не так Ты несёшь Его в мастерскую Где Вы чинят Никому не придёт В голову Приносить Смартфону Жертвы Мазать Кровью Жертвенного Петуха И так далее И так далее Или Просить Снять С смартфона Сглаз Или порчу Кто-нибудь скажет Мой смартфон Сломался Наверное Его сглазили Надо как-то Его починить Все Ищут Технического Решения И при этом Ко всему Что касается Человеческой Психики Отношение Как раз Крайне Магическое Магическое В том смысле Что оно Ну Я много раз слышал Я достаточно часто Слышал Что вот Врачи эти Не помогают А вот был я У Экстрасенса Гомеопата Биоэнерготерапевта Астропсихолога Или ещё Ну развелось В общем Да Очень много разных слов Очень много разных имена И вот Люди искренне верят Что под всем этим Есть некая Магическая составляющая Причём люди таких вот В кавычках Магических профессий Очень часто Сейчас Слияние Нужно как-то Вызывать людей доверие Они оперируют понятиями Квантовая физика Или что-нибудь ещё В этом духе То есть Всегда Сейчас идёт Великое слияние Магии С наукой Но это не слияние Это скорее я бы назвал Камуфляжем То есть Уже Примерно Выстроился Этот стереотип Что экстрасенсов Не существует Магии Не существует Ну Никто Не признается Вслух Что я верю в магию Мало кто признается Но если я иду Не к магу Ведуну А я иду К астропарапсихологу То это звучит Совсем по-другому Или какому-нибудь Нооспециалисту Это просто смена термина Но Звучит совсем Масштаб Но при этом Человек идущий Куда-то Неважно К астропсихологу К парапсихологу Ещё куда-то Он скорее всего Что он говорит Я не верю В действия Обычной науки Или в действия Обычной медицины Я ищу Мистических решений Обычно это звучит Так Ну я конечно Во всё это не верю Но что-то такое есть Это Таким образом Люди говорят О Эзотерике Многие также Определяют Свои отношения С религией С понятием Бога И так далее И так далее Сейчас нам наверное Прерваться надо На небольшую рекламу После чего Мы вернёмся И продолжим разговор На эту Увлекательную тему Не переключайтесь Продолжается У нас в эфире Программа Диагноз недели Ариэль и резних мартов Артём Липин в студии За звукорежиссёрским пультом Родион Золотарёв Мы обсуждаем Тему лекарств И отношение людей К лекарствам Которое уже становится Несколько таким Магическим отношением И желанием найти Идеальное средство Которое решит Все твои проблемы Иногда даже Не связанные со здоровьем Вот И заговорили мы О других решениях Которые пытаются найти люди В том числе и о Всяких специалистах Связанных с параэнергиями И прочими Эзотерическими вещами Телефон у прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Если у вас есть комментарии По этому поводу Обязательно звоните нам Или пишите по Ватсап 2-3-0-61-91 Что мне ещё Напоминает Отношение И к лекарствам К врачам Если мы вспомним Знаменитые эпидемии Чумы Которые периодически Настигали человечество Самое страшное Было Если не ошибаюсь В 14 веке Которые погибло То ли четверо То ли треть Населения Европы И в Азии Тоже пострадало Немало народу Ну в те времена Как-то были Простите Люди не знали Что есть на свете Микробы И возбудители Болезней Но всегда Были виноватыми Те кто Не смогли Излечить Были Места Были Города Где В первую очередь Наказывали врачей Которые пытались Каким-то образом В меру Своего Тогдашнего знания Исцелять И спасать Это тоже Было Их обвиняли В заговоре Их обвиняли В колдовстве Их обвиняли В некоем Зловещем воздействии Ну и в каких-то культурах Я сейчас уже не вспомню Каких Мне кажется В Китае в том числе Но могу ошибаться Если Король Или император Умирал От болезни Именно То сразу После его смерти Казнили Придворного врача Как человека Не справившегося С обязанностью Я думаю Вакансия В должности врача Часто могла Не заполняться Ну Здесь кстати Интересно Был такой Помните Путешественник Турхердал Путешествия На Кунтийке И на рай На плотах Через Атлантику Да Вот они На каком-то острове Остановились И у Аборигенов Того острова Они видели Что у Сына вождя На Есть какая-то Нагноившаяся Рана Которую Надо было Я уже не помню На ноге Которую Явно было воспаление Надо было обрабатывать Что-то делать Но Аборигены Подозревали Не являются ли Белые пришельцы На самом деле Злыми колдунами Которые пытаются Сгубить Сына врача Поэтому Когда Кто-то в этом экипаже Был врачом И он занимался Ногой Пострадавшего Пока он этим занимался Над его Головой Здоровенный воин Держал такой Тяжелый Заостренный камень Чтобы в случае Какой-то неудачи Немедленно Покарать злого колдуна Но это мотивирует Надо полагать Или очень Или может Оцепенеть от страха Это конечно Верование Древних Но вы На самом деле Фраза Там Кто-то у меня Умер По вине врачей Звучит постоянно Звучит постоянно Это сразу напоминает Дело врачей Вредителей При Сталине Когда врачи Только спят И видишь Котово не четверть И опять Знаменитая фраза Врачи мне Посадили То-то и то-то Своими лекарствами Врачи С помощью Лекарств Нас калечат Естественно Почему? Потому что Врачи все куплены Фармкомпаниями И Очередная Теория заговора Несут Лечат Нас заведомо Вредными Лекарствами Лишь бы У этого К сожалению Есть некоторые Обоснования Недавняя история В Соединенных Штатах Где Фактически Разразилась Эпидемия Обезболивающих Опиатов Огромное Количество Населения Стало Действительно Зависимыми Умирали От передозировок И так далее И выяснилось Что Производители Крайне Это пропагандируют Рекомендовали Врачам Эти лекарства Назначать И Достаточно Большое Количество Людей Получило Тяжелую Зависимость И Этот Кризис Опиатов До сих пор Соединенные Штаты С этим Разбираются Но К сожалению Подозрения Намного Шире То есть Я Неоднократно Слышал Вопросы Доктор Скажет А это Не надо Это лекарство Или это Скорее Вот как-то Вас убеждают Представители Фармкомпании Что это лекарство Хорошо выписывать И назначать Потому что Это на самом деле Тоже Совершенно Магическая История Есть некие Злые силы Есть некие Злые силы Которые Стремятся С помощью Подручной Самой Магии Лекарств Погубить Человечество Поймать Его душу Так сказать У нас есть звонок Давайте мы его Примем Здравствуйте 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 Вот ваш гость Говорит Да Что Как бы Это неправда Что там Врачи Ну Нет у них Выгоды Там по продаже Лекарств Или еще что Но я вам скажу Вот у меня Супруги Да Она ходила К одному Хотели Это бизнес Вот Писываю Нельзя Нельзя Потому что Это тоже Подкуп Своего рода Значит Ты дальше Берешь Бесплатное Кофе Или булочку Значит Тебя подкупили Значит Ты уже Не можешь Быть объективен Ну Как это Называется Как-то Перебором Вот Ну А здесь Ситуация Знаете Когда Один коллег Говорит Про другого Какой Коновал Вас Лечил И это Бизнес И так Далее Я не знаю Я честно Говоря Не знаю Обоих Этих Врачей Но Аргументация Может Так себе Ну Тут еще Мне кажется Есть такая Опять-таки Возвращаясь К магическому Мышлению Когда люди Обращаются К врачам Или вообще К каким-то Специалистам По какому-то Сложному Вопросу Показателем Квалификации Того или иного Специалиста Считается Решение Опять-таки Проблема То есть Если Врач Говорит Я не знаю То Это Скорее Человек Подумает Что врач Плохо Квалифицирован А не то Что у него Особенный Случай Или что Просто Не хватает Каких-то Ресурсов Чтобы узнать Об этом То есть Врач Врачи Уже Может быть Опять-таки Я не врач Я не могу Говорить За Но мне кажется Иногда врачи Даже просто Боятся Сказать Я не знаю Потому что Схоже За впечатление Как будто Он даже И не пытался Хотя Это абсолютно Нормальная Реакция Когда Любой Специалист Может чего-то Не знать Думаю Что Любой врач Может сказать Или я не знаю Или вам стоит Получить альтернативное Мнение Или можно Собрать консилиум Или вам стоит Лечь в стационар Обследоваться Или еще кто-то Я думаю Что Вряд ли Большинства Врачей Нет такого Болезненного Самолюша Нельзя признать Что я здесь Не совсем понимаю Что происходит У меня этот случай Слишком трудный Возвращаясь к лекарствам И вот этим Страхам Многие люди Сколько я знаю Не принимают Лекарств Потому что Боятся быть Отравленными Или Неправильно Леченными Или стать Жертвой Это заговора И в итоге Иногда Когда они попадают К врачам Уже Многое Запущено И необратимо Кстати О том Что такое Ненаучное мышление Правда Не в области медицины Чего оно приводит Буквально на днях Проскочила новость Некий мужчина 65 лет Искренне верящий В то Что земля плоская И то Что земля шар Это люди обман Уже тысячи сторонников Терри плоской земли Ухитрился построить Собственную ракету Причем Это у него не в первый раз Было За 18 тысяч долларов Ракету с паровым двигателем Хотел подняться На сколько-то километров Чтобы Лично убедиться Что земля плоская К сожалению Он упал и разбился И это тоже На самом деле Конечно Трагикомическая история Но Но это Опять-таки Возвращаясь к вопросу То есть Почему теории заговора Так привлекательны Потому что Они дают Простое решение Сложных проблем Мы Мы стараемся Как люди Как вид Найти какую-то Логику В мире Вообще Хотя Этой логики Нет По большому счету Но у каждого Свой способ поиска У кого-то Это религия У кого-то Это наука У кого-то Это вот такие Странные теории Но у каждого Какой-то свой метод Как найти Хоть какую-то Внутреннюю Хотя бы Внутреннюю Логику В окружающем мире Вот И просто Такие Теории Они Легко Их прочитать Легко их понять Куда проще Чем Понять Основные методы Научного мышления И через него Пытаться Постигать мир Что признаки Магического мышления Будут В самых разных Ситуациях Наиболее Яркое Проявление На мой взгляд Это у Азартных Игроков Когда Если Я три раза Постучу По левому Ботингу И потом Не знаю У них есть Приметы В больших количествах И у спортсменов Кстати Когда они Общаются Допустим С игральным аппаратом С игральным аппаратом Не разговаривают Как с Одушевленным Существом Аппарат Дал Или аппарат Не дал Или аппарат Можно от злости Пнуть ногой Когда он Не даёт То что нужно То есть Аппарат Наделяется Некой душой Который способен Поступать тебе Во вред Или наоборот Благоволить тебе Я думаю Что мы Под всем Якобы Таким Существующим Слоем науки Прогрессивного Мышления Материалистического Мышления И так далее Мы находим Сплошь и рядом Проявление Того самого Магического Мышления И мы сплошь и рядом Если есть маги Ну мы опять Мы же знаем Если мы почитаем Даже всякие сказки И фэнтези Белые маги Черные маги Добрые волшебники Злые колдуны Естественно Добрые волшебники Творят добро Злые колдуны Все портят И как мы помним Из истории О процессе Конквизиции Над ведьмами Женщина Которая Лечила Скот В деревне Лечила людей Пока все Получалось хорошо Ее любили Приносили Дары И так далее Как только Где-то умирала Невылеченная корова Или умирал человек Конечно Это ведьма Конечно Злое колдовство И то Человечие не лекарства А некое Орудие дьявола Если вы посмотрите Сейчас в историю О врачах Которые Залечивают Ни в чем Неповинных людей Подкупленные Фарфирм Это воплощение зла Того же дьявола То чем лечат врачи Это Дьявольские снадобья То есть По большому счету За сотни лет В мышлении людей Мало что изменилось Ну давайте Примем еще один звонок У нас активно Стали звонить Сразу после этой фразы Видимо Что-то зацепило Здравствуйте Алло Здравствуйте Почему-то Пропали все звонки У нас не слышно Видимо Страшные фармкомпании И до нас добрались Наверное А вот нет Все-таки что-то появилось Здравствуйте Добрый вечер Добрый день Наверное Все-таки Солнце еще светит Знаете Вот сам был свидетелем Недоверчивого отношения Людей В больнице Лежал в больнице И значит Мой сосед Покойки Почему-то Игнорировал Выданные Прописанные ему Каждый день Лекарства Когда у него Спросил Почему Он сказал Говорит Знаешь Наверное Или эксперимент Надо мной Ставят Или Хотят Угробить Ну в общем Какое-то такое Дремучее было Отношение К этому То есть Тут было все понятно Какой-то клинический Случай А еще хотел бы Добавить Понимаете Мы все-таки живем В самом деле В мире Где фармакологии И фармацистические Значит Компании Ворочают Очень большими Финансовыми ресурсами Постоянная реклама Которую мы слышим И по радио По телевидению И со всех берег Значит Какое-то отношение У людей К лекарству Все-таки Прививает Совершенно Определенного Свойства Но у меня вопрос Другой Вот вы начали С внушения Вот вот скажите Если взять Вот внушение Как в абсолют Какое-то Возвести Да То есть Внушить человеку Какое-то Значит Побуждение К поступкам Которые заставят Мобилизовать Резервы его организма Да И победить болезнь То есть Это один из способов Которые Значит Но иногда Не приводят К желаемому результату Иногда приводят До конца Механизмы Вообще-то Не исследованные И второй способ Значит Вот Значит Путем лекарств Изменить Там Химический состав Значит Веществ Которые у него Присутствуют в организме Или создать Благоприятные условия Для опять Создания резервов Борьбы с этой болезнью Вот скажите Мы можем Просто Настолько Низкому Уровне Сейчас находимся Что Значит Обязаны Привлекать Лекарства Для того Чтобы Значит Избавить человека Или помочь ему Избавиться От какого-то Недуга А вот В перспективе Если вот Очень Ну не знаю Владеть Значит Знаниями О своем Организме Внушение Или просто Вот побуждение Какое-то Пускай это будет Гипноз Пускай это будет Слово Или еще что-то Вот Этот способ Лечения Он За ним Какой-то Есть там Перспектива Или это Изначально Значит Вредный Путь Который там Просто Значит Доступен Для шарлатанов И нечего Об этом Вообще-то Говорить Спасибо за вопрос Ну Ответим По порядку Наверное Фармкомпании К сожалению Не возглавляемы Святыми Не укомплектованы Сплошными Святыми И конечно же Они думают О выгоде При этом Насколько я понимаю Фармкомпании Находятся Под Пристальным Оком Закона И как мы уже Знаем Ситуации Когда У лекарств Прорывались Неожиданные Эффекты Это были Многомиллионные Иски Многомиллионные Штрафы И так далее Во-вторых Не будем забывать Что Фармкомпании Да Но Фармкологической Науке Мы обязаны Антибиотиками Которые все Сейчас плюются И наверное Их может Чрезмерно Использовать Иногда Слишком Когда не надо Да Но Мы можем Посмотреть На данные По той же Детской смертности До эпохи Антибиотиками После эпохи Антибиотиков Препараты От диабета От эпилепсии Современные Антидепрессанты И поверьте мне Что Люди В эпоху До Появления Антидепрессантов Жили Намного Хуже Потому что И это я вижу Достаточно Часто Человек Который Находился В тяжелой Депрессии С мыслями И самоубий Поверьте Никим гипнозом Вы не вылечите То есть В самых разных Сферах Нашей жизни Нашего здоровья Есть препараты Которые И количественно И качественно Меняют Наше существование Поэтому Все это Списать На Заговор Фармкомпании Конечно Не требует Я уверен Что деятельность Фармкомпании Требует Пристального Контроля Очень пристального Кстати Заметьте Что серьезные Препараты Обычно Никто не рекламирует Ни по телевизору Ни по радио Серьезные препараты Это изучают Представят Врачам На конференциях После длительных Испытаний И так далее И так далее Серьезные препараты Без рецепта И не продадут Собственно И это тоже И это тоже Но это тот самый эффект плацеды Мне кажется Мысль о том Что где-то в светлом будущем С помощью внушения Мы решим Все проблемы Она действительно Утопична У меня Тоже кстати Я имел Разговор с пациентом Человеком Очень успешным В той сфере Которой он занимается Человек С развитым интеллектом И когда я ему сказал Мы начинали работать Что Пока что Я не хочу Назначать Тихо Натодепрессантов Но я Не исключаю Такое возможно Пока что Не вижу В этом необходимости Человек Своего уши Доктора Я вас умоляю Только не это Только не это Я говорю Почему Потому что Я считаю Наш организм Настолько гениален Что он способен Все решить сам И любые лекарства Вмеж За эту гениальность Не только Все портят Я говорю Почему гениальные организмы В слаборазвитых странах Или в эпоху До изобретения Тех-то и тех-то лекарств Гениальные организмы Были гениальны Но умирали Почему-то До обидного рана В основном Почему Потому что Последствия Или даже Последствия Зубной инфекции Человека могли убить Что сейчас В общем-то Является абсурдом Поэтому миф О гениальном организме Это тоже есть Некая магия Он гениальный Потому что опять Он создан Кем-то гениальным Наверху И якобы Он наделен Всеми способностями К самоисцелению Это необъяснимая Любовь к заветам предков Которую я часто Наблюдаю у людей Вокруг Когда Ну есть самый простой пример Это приметы Не зря же Не зря же наши предки Так думали Наверное Кажется многим И поэтому Значит это правильно Ну и тоже Относится и к лечению Когда вместо того Чтобы пойти к доктору Можно просто принять Какой-нибудь настой Или навар И в легких случаях Это наверное даже и поможет Но в более тяжелых Это уже вера В людей живших Тысячи лет назад Возвращаясь к теме Плацебо Есть препараты В частности Снотворные Успокаивающие И так далее У которых эффект Плацебо Очень высок В их действии Есть препараты Противодиабетические Кардиологические Препараты Антибиотики И так далее Где эффект Плацебо Не так уж Высок То есть вера В лекарства И вера Во врача Полезна Всегда Но Человек в организме Живут Действительно Вредоносные Бактерии Человек инфицирован То Ни гипноз Ни внушение Скорее всего Не помогут Возможно Некие Подобные вещи Могут усилить В какой-то степени Сопротивляемость Организма Но точно Это я не делал бы Основную ставку Сейчас Немножко резюмировать О чем мы говорим Всегда же тема Люди и лекарства Мне кажется Что Нам стоит понимать Что у нас во всех При том что мы Учимся в школах И институтах При том что мы Вроде бы Масси достаточно Образованные И скептичные люди У нас во всех Живут Поколения наших предков Которые Верили в чудо И вера в чудо Живет В нас тоже И эта вера в чудо Зачастую Мешает Логическому Рациональному Мышлению Она мешает нам Получать Правильное Лечение Потому что это Скучно Идти к обычному Унылому доктору И выписываю на рецептах Обычные унылые лекарства Потому что хочется Магии И волшебства Потому что Та же вера В магии Волшебство Делает нас Уязвимыми Для разных Шарлатанов И хорошо Если мы просто Идем Ну я не знаю Снимать Венец Безбрачия С глаз Или порча Некая Человек Которому Скажешь Тебя сняли С глаз И порчу Наверное Ему полегчает На какое-то время Наверное Появится И ощущение Поддержки Неких высших сил И слава Богу Но Пытаться С помощью Всего этого Решать проблемы Очень тяжело Поэтому Я бы очень Советовал Нашим слушателям Да Наверное Все врачи Тоже не святые И несовершенны Поэтому Мне кажется Очень важно Выбирать врача Которому ты доверяешь И все-таки Отношение К лечению Отношение К лекарствам Стоит Лекарщик Может осознать Вот этот Вроде бы Абсурдный подход Верю Не верю Вот почему-то Не верю И все Вот Зависит себе вопрос Почему я верю Или не верю Именно в это Почему я свое здоровье Готов Доверить Или не доверить Такому-то Врачу Почему в конце концов Я В какой-то момент Считаю Что я Сам Верюсь объектом Действия Неких корыстных Враждебных сил Простой Самоанализ Простой Рациональный Без мистики Без Примет И Без Каких-то Экстрасенсорных Влияний Простой Самоанализ Нам очень Помогает Понять Где мы Находимся И чем Мы рискуем Или не Рискуем Поэтому Ставьте Магическую Часть Просто В то Что вы Верите Что Врач Который Вас лечит Если вы Ему Доверяете Само его Намерение Вам Помочь Самая Ваша Вера В него Наверняка Что-то Принесет Ну Как говорят На Бога Надейся Сам Не Плошай Поэтому Можно Рассчитывать На веру Можно Рассчитывать На Благие Приметы Но Не забывайте О своем Рациональном Мышлении На этом Да Нам пора Заканчивать Передачу